Внутренний мир любого человека сложен и многообразен, а у ребенка, тем более с проблемами в развитии, сложнее в разы. И зачастую к таким детям нужен особый подход, чтобы они смогли познать себя и адекватно реагировать на окружающий мир. Асиат Ербекова – опытный логопед-дефектолог, много лет работает с детьми с задержкой в развитии и понимает, насколько порой им бывает сложно. Дети, у которых есть ментальные нарушения, у них общая сенсорика, слуховой анализатор страдает, ментальные нарушения есть. И вот сейчас мы будем прорабатывать именно тактильный и зрительный анализатор. Вот это новое место их развивает, новые люди, новое общение. Вот для этого мы и собрались. На встречу пригласили более 20 малышей с ОВЗ, а также их родителей. Арт-терапия в работе с особенными детьми уже давно показала свою эффективность. Ее используют во всем мире как один из способов лечения и реабилитации малышей с ОВЗ. В Карачаево-Черкесии она пока представлена не так часто. Арт-терапия, терапия искусства развивает умения, навыки, мышление у детей такого характера. Детки особенные, которые с ОВЗ, с заболеваниями, у них развивается и мышление. У них очень много, когда они пластинографией занимаются, они пальчиками развивают сенсорику, ручками работают. Для детей это очень важно. Особенно, когда культурно-массовые мероприятия создаем мы, они общаются с детками. Для них это очень важно и многое значит. Рисуя, эти дети познают себя, учатся смотреть на мир под другим углом. В конечном счете это помогает им в коммуникации с другими людьми. Малыши перестают бояться чужих, боятся новых мест. Ольга Пазова на примере своего сына видит положительную тенденцию от занятий арт-терапией. Это очень сильно помогает, это даже входит в часть методики, скажем так, лечения наших детей. Потому что, когда они общаются, бывают в новых местах, то есть у них появляется, то есть они что-то новое для себя видят и уже идет развитие. Мы стараемся их приобщить, то есть научить именно, как общаться друг с другом. И мы видим от этого результаты. Эта встреча организована при поддержке Центра инновации социальной сферы, входящего в структуру Центра мой бизнес Корчаево-Черкесской республики. Руководитель организации Джамиля Карасова уверена, что такие мероприятия очень важны, а потому Центр готов помогать людям, работающим в этом направлении. Такая деятельность, она является социально значимой, актуальной для нашего региона. С нашей стороны было предложено данную деятельность преобразовать в форму индивидуального предпринимательства или самозанятости, для того, чтобы впоследствии руководитель проекта смогла воспользоваться мерами государственной поддержки. Они существуют для такой деятельности, которая направлена на решение социальных проблем общества, как финансовая поддержка, так и не финансовая поддержка. Больше часа малыши под руководством опытных педагогов рисовали гуашью и лепили из пластилина. Родители практически тут же фиксировали положительную динамику в развитии своих детей. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюга, Вархиз, 24.